Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Помогите, пожалуйста, разобраться, как это всё сводит с ума. Уже писал здесь про свою ситуацию, но становится хуже. С мужем встречаемся и проведем время с ребёнком, общаемся, можно сказать. Риские взгляды на меня и холод идёт. Когда приезжаю домой, встречаю его, обнимаю, говорю, что люблю, кушать предлагаю. Но живет он вне дома, говорит у друга. Близости просто избегает. Отвергает, даже скажи у меня. Недавно сказал, что мстит меня, что я виноват во всём, что разобраться мне нужно в себе. А вчера сказал, что если бы ему ничего не нужно было, то послал бы меня далеко. Возможно, есть другая, не знаю. Хочется найти выход уже, это всё продолжается. Третий месяц я так не могу, внутри просто умираю. Как поступить, я не знаю, любую идти в тень, ждать, когда сам объявится, либо продолжать любовью и заботой. Я ничего не говорю против всего ночёлок. Веду так, как будто ничего и не заметила этого. Когда сказала, приеду через два часа, я не приехал ночевать. Утром встретилась с улыбкой. Я люблю мужа, я готова разобраться в себе и поработать над собой. Хочется понять его поведение, хочется знать правду, что у него происходит. Я про другую имею ввиду, лучше уж горькая правда, чем так жить, существовать. Такой вот вопрос. Ну чтож, давайте мы с вами пройдёмся по пункту, прямо по пункту. Помогите, пожалуйста, разобраться в себе, пишите вы. Да? Ну, здесь нужно сказать следующее, что для того, чтобы вам помочь в себе разобраться, на мой взгляд, необходимо с вами как минимум поговорить. То есть не получится разобраться с вами, разобраться с вашей ситуацией, не поговорив. Это взаимоисключающая история в данном случае. То есть речь идёт о чём? Речь идёт о том, чтобы если вы на самом деле хотите разобраться, то вам нужна именно психотерапия, именно психологическая работа. Не получится так, что мы вам поможем разобраться в себе. Вот таким образом, то есть через ответ на ваш, значит, публичный ответ. Вот, потому что слишком много есть нюансов, вот, которые нужно прояснить в любом случае. Понимаете, да? Дальше. Следующий момент. А, значит, это всё будет с ума. Да, уже писал здесь про свою ситуацию, но становится всё хуже. Но нужно понимать, что если вы не работаете с психологом, то ситуация действительно будет становиться всё хуже. То есть вам важно не писать про свою ситуацию, вам важно именно работать с психологом. Смутим встречаемся и проводим время с ребёнком, общаемся, можно сказать, редкий взгляд на меня и холод идёт. Признаться честно, это и то, что вы описываете, то, что вы пишете дальше, очень сильно похоже на созависимость. Очень сильно это похоже на такую идею, мысль, если хотите. О том, что я без своего мужа, да, без, ну, без кого-то рядом, я никто. Вот. То есть это, на мой взгляд, классическая история, в данном случае, классическая история созависимости. К сожалению. Известите, пожалуйста, эту тему самостоятельно. Когда приезжает домой, встречая его, обнимаю, говорю, что люблю, кость предлагает, но очевидно, но нету, говорит вдруг. Да, то есть очевидно, что здесь происходит нарушение ваших личных границ. Совершенно очевидно. Вот. Да, то есть муч, там, какой бы конфликт у вас не был, да, каким бы конфликтом не были, не были обречены ваше отношение, вот, но, то, что, как бы, муч приезжает Албамоль, вот, там, побыть, а потом уезжая, да, вот, это, конечно, нарушение ваших личных границ. И это, вот, ну, такое вот победение не очень хорошее. Да, вот, по крайней мере. И вы на это реагируете как? Вы на это реагируете, по сути дела, по-по, по пустительству. То есть вы делаете вид, как будто ничего, ну, ничего не происходит. О чем это говорит? В первую очередь, о чувствах вины. Ва-ва-ва-вашем чувстве вины. Далее. Близости просто избегают, отпрыгают, даже, скажем, меня. Опять же. История здесь просто про то, что вы находитесь в позиции профессор. То есть вы просите, как бы, человек, да, вы вымаливаете у него какую-то вот, ну, обратную связь, да, реакцию. Недавно сказал, что мстит мне, что я виноват во всём, чтобы забраться мне нужно в себе. Возможно, а как сами считаете вы, в чём именно виноваты, во-первых, да. Вчера сказал, что если бы ему ничего не нужно было, то пошло бы меня далеко. Это классическая манипуляция, в данном случае, просто оправданная. Возможно, есть другая, не знаю. Да, то есть, как бы, ваш муж не проводит с вами время, да, значит, нашёл эту друга, как он говорит, а вы беспокоитесь, о том, если у него друга. Знаете, да, то есть очень сильно идёт привязка. Хочется найти выход уже, да, выход из чего. Это всё продолжает строить мисс, я так не могу, внутри просто умирает. От чего вы умираете? Вот. И, соответственно, выход, выход, то как вы планируете найти? То есть, вы хотите просто, что сделать? Прослушать ответ? Или прочитать ответ на свой публичный вопрос и всё? Так это получается? То есть, мы должны вам, что, просто совет какой-то сказать, мол, поступать так? Дальше, как поступить, я не знаю. Как поступить, чтобы что? Вот, чтобы что, цель-то какая? Да. Знаете, да? Можно гармонизировать ваши отношения с мужем при, значит, ну, при вашем желании? Можно помочь вам перейти в расставании с мужем? Вот. То есть, можно сделать. Ну, так. Понимаете, да? Вы-то сами, вы-то сами. Чего хотите? Вопрос. Потому что это самое главное, а пока не понятно. Либо идти в тень и ждать, когда сам объявится, а зачем кого-то ждать? То есть, здесь какая штука? Здесь штука в том, что вы не живете своей жизнью. Обращайте внимание на, условно говоря, там, вот своего мужа. И от него, как бы, зависит, как вы будете жить. Это и есть тема-тема созависимости. Либо продолжать любовью и заботой. Я ничего не говорю против его ночёвок. Веду так, как будто не заметил это. Почему? Из чего? Из чувства вины, да? То есть, из чувства, что вы вина. Значит, утром встретилась улыбка. Я люблю мужа и готова разобраться в себе и поработать над собой. Супер. Так давайте. Давайте. Давай-давайте, займём с этим. Давайте. Выберите себе специалиста и начинайте. Хочется понять его поведение и хочется знать правду, что у него происходит. Окей. Но как это относится к психологам? Психологи не скажут вам ни про его поведение ничего, ни про правду, потому что мы этим не занимаемся. Говорить о других лицах нам запрещают профессиональную этику, а правду мы не знаем, потому что мы не колбалки. Так и задайте себе вопрос, а для чего мне понимать его поведение? Для чего мне знать правду? Вы, с одной стороны, говорите, что хотите над собой поработать, а с другой стороны, говорите, что хотите понять его поведение. Это, в данном случае, взаимоисключающая вещь. Потому что, если я работаю над собой, я не интересен другим человеком, я интересуюсь собой. А как часто вы интересуетесь собой? Как часто вы замечаете, что вы хотите, что вы не хотите, что вам нравится, а что нет? Как часто это происходит? И в чем ваш вопрос по итогу? Чувствуется, что вы пишете на эмоциях, чувствуется, что вам больно и, может быть, даже вы в отчаянии. Эти чувства психолог вам поможет прожить, чтобы они вас не отправляли. Скорее всего, есть скрытая агрессия на мужа, подавленная агрессия. Это тоже можно прожить, чтобы вас она не отправляла и не разрушала. А дальше, возможно, имеет смысл заняться все-таки собой. Основная проблема, как мне кажется, это в том, что ваш муж уверен, что вы никуда от него не денетесь. Наверное, что вы будете его ждать столько, сколько нужно. Поэтому отчасти и ведет себя так. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Продолжение следует. Продолжение следует.